Сообщество с единой судьбой человечества для меня — это создание созидательного общества. Ведь именно способность творить и создавать отличает человека и выделяет его среди других видов и живых существ на земле. Чувство прекрасного присуще всем людям без исключения. Любых национальностей, вероисповедания, а также объединяет людей вне времени. Я работаю в основном в двух направлениях — это пейзаж и живопись. Пейзаж рисую преимущественно с натуры, на природе, а абстракция — это работа в студии. В абстракции я отдаюсь полностью каким-то своим эмоциям, я даже не знаю, что у меня получится. То есть это работа такая творческая. То есть что-то появилось из хаоса, и потом я думаю, а что это, а как это, что оставить, что убрать. Среда, в которой мы живем, формирует мировоззрение людей, отражается на этом. И поэтому, если люди будут жить в мире прекрасного, творить и создавать, то это повлияет позитивно на каждого человека и проявит все лучшее в человеке. Сотрудничество в области культуры, искусства, науки, образования является необходимым для развития современного и нового общества. В России я получил образование, а в Китае именно я стал развиваться как художник. Первый раз в Китае я оказался в 2005 году. Это была студенческая командировка, мы ездили на пленэр. В 2008 году впервые я поучаствовал в конкурсе ледовых скульптур в Харбине. Это является как раз примером международного сотрудничества, когда приезжают художники с разных стран, скульпторы, создают произведения, общаются между собой. А для зрителей есть возможность посмотреть, как мыслят вообще другие художники. С 2018 года я преподаю в Харбейской академии изящных искусств. Это город Шизя Джуан. Но я не знаю китайский язык, но все-таки хочу сказать, что язык искусства или живописи, он такой универсальный, поэтому многие вещи люди понимают, глядя, как я работаю, например. Могут быть разные у людей конфессии, взгляды и так далее. Но искусство, чувство прекрасного, присуще каждому человеку. И также интерес. Люди любят путешествовать, смотреть другие культуры. Художник, он через призму своих эмоций, переживаний, каких-то знаний, он выдает некую такую информацию для людей. И люди ее воспринимают, можно сказать, сердцем, душой. То есть не только визуально. Мы с китайскими художниками вместе творили в одной территории. То есть мы смотрели, как они рисуют, они как мы. Такой обмен опытом. И должен сказать, что русские очень тоже люди любят китайскую культуру. То есть многие учатся каллиграфии, китайской живописи, гохуа. То есть вот это проникновение культур, оно как бы есть. Вот эта интеграция, она началась не так давно. Но была идея создания Международной Ассоциации Художников. Вот когда-то я озвучивал китайским своим друзьям, коллегам. И вот сейчас уже открывается вераница Китая, пандемия заканчивается. И мне уже звонят и говорят, когда будем создавать эту ассоциацию. Потому что я, общаясь с китайскими художниками, участвуюсь в выставках. И они тоже хотят в Россию. То есть мы как бы разных культур, разного мировоззрения, менталитета. Но все-таки мы любим искусство. И поэтому вместе мы могли бы и развивать это. То есть для этого нам нужны какие-то совместные проекты. Это общее дело, которое всех объединяет. Развитие вот именно вот этой деятельности художественной, обмен опытом способствует созданию единого общества.